Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов Ящика Ответов. Сегодня поразмышляем над актуальной темой, которая имеет практическое значение для Божьих служителей. Название темы звучит так «Гонение. Спасаться ли бегством?». И сразу же скажем, что в описании к этому видеоролику вы найдете ссылку на текстовый вариант прозвучавшей сегодня информации. Один из наших читателей задал нам интересный вопрос на размышление, в котором была просьба рассмотреть предложенные им ситуации при помощи Библии. Надеемся, ответ на него будет интересен всем свидетелям Иеговы, так как времена наступают тяжкие и каждый служитель может столкнуться с гонениями в своей стране, как, например, сейчас это происходит в России. Поэтому решили ответить для всех. Покажем сам вопрос нашего читателя. Для удобства восприятия немного изменим его формулировку. Мой вопрос связан с бедственными временами для свидетелей Иеговы. Предположим, что к христианину придут и будут насильно его забирать в тюрьму. По опыту прошлых лет, в таких странах, как СССР, Гитлеровская Германия, свидетель Иеговы предполагает, что его там будут унижать, подвергать пыткам и тому подобное. И, конечно же, он может там умереть. Так вот, стоит ли соглашаться на такое мучение? Или, может, стоит побежать от гонителей в надежде, что на месте за побег тебя убьют? Конечно, не факт, что тебя будут мучить, как в концлагере. Но все же хочется понять, как должен вести себя служитель Иеговы в подобных ситуациях по принципам Бога. Говорю не про времена, когда действуют законы, но когда царит беспредел и полное попирание человеческих норм и прав. И вопрос не в том, чтобы сохранить жизнь. Хоть убьют, хоть в тюрьму на мучение, оба варианта плохие. Но как выбрать лучше? Правильный с точки зрения Бога. Понимаю, что может сложиться ни та, ни эта ситуация. Но все же, если можно, разберите этот случай. Так как уже сейчас в России видим гонение, есть братья, убегающие от следствия и тайными тропами, пересекающие границы, спасаясь от судебных приговоров. И кто-то из свидетелей Иеговы про них говорит с неодобрением, а вот те, кто уже сам сидит в тюрьме и мучается, считают их героями. Кто же они, убегающие от следствия во время гонения, с точки зрения Бога? Герои или нарушители его норм? Конец вопроса В одном вопросе этого читателя, как видим, подняты две проблемы. Первая проблема. Если нас арестовывают и сажают в тюрьму как преступников, что правильнее с точки зрения Иеговы? Соглашаться на возможные мучения или бежать в надежде на то, что нас убьют за побег? Ведь проще быть убитым, чем дать себя замучить до смерти, особенно это понятно тем, чьи родители сидели в застенках НКВД при СССР. Вторая проблема. Правильно ли с точки зрения Иеговы поступают братья, убегающие от следствия и тайными тропами, пересекающие границы, спасаясь от судебных приговоров или нет? Давайте рассмотрим обе эти проблемы по отдельности и начнем, как всегда, с рассмотрения первой. Итак, первая проблема. Напомним ее. Если нас арестовывают и сажают в тюрьму как преступников, что правильнее с точки зрения Иеговы? Соглашаться на возможные мучения или бежать из-под конвоя в надежде на то, что нас убьют за побег? Ведь проще быть убитым, чем дать себя замучить до смерти. Хотя сегодня вряд ли в нас будут стрелять за побег или мучить до смерти, но рассмотрим этот случай как возможный. Тем более, что случаи мучительных избиений и пыток над свидетелями Иеговы в тюрьмах Российской Федерации имеются. Итак, что об этом говорит Библия? Бежать или обрекать себя на тюремные мучения? С одной стороны, есть у всех христиан пример мужественного Иисуса Христа. Он как раз жил в смутные времена, когда царило поопирание человеческих норм и прав ради продвижения интересов элиты. Поэтому знал, что по его делу будет беспредел, а в конечном итоге его замучают и казнят как злостного преступника. Но Иисус не бежал в этой ситуации. То есть, можно воспользоваться примером Христа для подражания Ему и мужественно терпеть все тюремные мучения. Если мы окажемся на скамье подсудимых, как верные служители Иеговы, и нас посадят. За всех братьев и сестер, кто выбирает путь подражания Христу и терпит лишение заслужения Иегове в таких ситуациях. Хвала и благодарность Иегове. А с другой стороны, кто-то из наших соверующих может возразить. Дескать, Иисус должен был умереть для искупления всех. А наша смерть в качестве жертвы Иегове не нужна. Так зачем же идти на такие мучения? Не разумнее ли искать возможность убежать от этих проблем? И такая точка зрения тоже имеет право на существование, так как в Библии есть и такой принцип. Цитирую 1 Коринфянам 7.21 То есть, если есть законная или богоугодная возможность сделаться свободным от мучений любого рабства, тюремного в том числе, освобождайся. Каждый свидетель Иеговы имеет на это полное право от Господа. Поэтому, если есть законная возможность избежать арестов и не сесть в тюрьму еще до того, как пошла волна арестов, лучше воспользоваться ею. Например, во времена гонений, когда опасность для жизни каждого христианина была велика и легко предсказуема, все христиане, кроме командного образного состава, рассеялись. Случай этот описан в Деяния 8.1. Апостолы, видимо, остались пережидать лихие времена, чтобы лучше ориентироваться в ситуации и координировать свои дальнейшие действия. А если уже попал под волну арестов, и по делу свидетелей Иеговы ведется следствие, как в этом случае применить принцип из 1 Коринфянам 7.21? В этом случае тоже можно рассматривать разные способы освобождения от предстоящих тюремных мучений и выбирать законный с точки зрения Иеговы. Например, суды и подача апелляции – это законный метод для случаев, когда выносится обвинение или приговор. Получать УДО, то есть условно-досрочное освобождение, за примерное поведение – тоже законно для уже отбывающих срок наказания в местах заключения. Также не стоит сбрасывать со счетов помощь Иеговы для находящихся в вузах властей. Он помогает облегчать условия нахождения там, хотя трудности, понятно, неизбежны. Полагаться на Божью поддержку в трудностях – тоже законно. И эта законность должна находиться на первом месте в арсенале служителя Иеговы, испытывающего трудности, согласно 1 Коринфянам 10.13. Как мы помним, Павел и Сила не стали бежать из тюрьмы, даже после того, как Бог предоставил им такую возможность. Заметим, ради проповеди, а не ради спасения их жизни. Случай этот описан в Диане 16, с 25 по 36. И в итоге, все для них закончилось хорошо, и они на законных основаниях оказались на свободе. А если бы они, увидев открытую темницу, стали убегать без оглядки, спасая свои жизни, Иегова не порадовался бы за них. Это ясно, хотя бы из примера Урии, пророка Иеговы древности. Когда царь искал умертвить Урию за плохую весть от Иеговы, тот испугался и убежал, удалившись в Египет. Но в итоге, смерть все равно настигла Урию. А Еремия, мужественно терпевший мучения за слово Бога, был спасен от смерти. Можем прочесть тексты Иеремия 26, с 20 по 24, и также 38,6 и увидеть разницу. Итак, если служитель Иеговы считает, что в его ситуации лучше освободиться из-под следствия и избежать мучений тюрьмы, он может сделаться свободным, воспользовавшись законной, подчеркиваю, законной с точки зрения Иеговы, возможностью избежать тюрьмы по принципу из 1 Коринфянам 7,21. А теперь давайте выясним, законно ли сознательно бежать из-под стражи или от следствия, в надежде лучше быть убитым за это, чем мучиться, отбывая срок в местах заключения. Думаем, осознанная организация или провокация своего убийства – это то же самое, что и самоубийство, только чужими руками. Если приговорили к расстрелу – другое дело. Это законная смерть. А если бежать, чтобы убили с целью избежать тюремных проблем, это сродни самоубийству по причине малодушия. А главное – признак недоверия Иегове. Ведь неизвестно, будут ли на самом деле мучить в тюрьме или нет. То, что у страха глаза велики – это верно. Но то, чего мы боимся, может и не случиться. Ведь Иегова силен и смягчить условия пребывания в тюрьме, и точно не даст испытаний сверх наших сил. Как мы об этом знаем из 1 Коринфянам 10.13. К тому же, как знать, не получится ли у служителя Иеговы и в местах заключения принести пользу его интересам. Пример Иосифа показывает, что такое тоже возможно. Тюремное заключение Иосифа в итоге обернулось в конечном счете благословением. Впрочем, малодушие, из-за чего служитель Иеговы может решиться на побег для того, чтобы быть убитым за побег, лишь бы не мучиться в тюрьме, Это не мочь плоти, а не грех, что ясно из принципа, записанного во Второзаконии 28. Цитирую. Кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Также, для Иеговы всегда и в этой ситуации тоже важна мотивация поступка. Если, к примеру, служитель Иеговы понимает, что может предать своих поверий из-за малодушия и выдать их фамилии с адресами властям, выход бежать, чтобы быть убитым, это не самый плохой выход по спасению ближних, ведь не ради себя этот служитель Иеговы подставляется под смерть, боясь мучений, а ради других готов взять на себя грех пожертвовать собой и своей репутацией пред Богом, чтобы спасти братьев. А как известно, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Это мы знаем из слов Христа, записанных в Иоанна 15.13. Что же имеем в итоге? Важны мотивы. Если человек нарушает принципы Иеговы только ради спасения своей собственной жизни или своего личного благополучия, это духовный позор. Об этом мы также знаем со слов Христа и записано это в Луке 9 с 24 по 26. А если он готов лучше сам умереть, чем выдать соверующих властям, это духовный подвиг. Теперь переходим ко второй части вопроса этого видео. Напомним его. Правильно ли с точки зрения Иеговы поступают братья, убегающие от следствия или из-под ареста, и тайными тропами, пересекающие границы, спасаясь от судебных приговоров, или нет? Мы частично касались этой темы в видео 2.20. Кому интересно, можете посмотреть. А если рассмотреть поподробнее, здесь могут быть две ситуации. Служитель Иеговы подписал подписку о невыезде на время следствия и не подписал, то есть ему не вручали подписку о невыезде. Если служителю вручена подроспись подписка о невыезде, то бежать от следствия тайными тропами за границу считаем неправильно. Почему? Подписка – это обещание, данное властям. Нарушение обещания – это неправильно. Как записано в Эклисиаст 5.4. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Если служитель Иеговы не давал подписки, тогда считаем убегать можно по принципу из 1 Коринфянам 7.21 о том, если есть возможность освободиться, воспользуйся. Зачем же сидеть и ждать заключения в тюрьму, если не давал никаких обязательств перед властями? Правда, в этом случае должно работать еще и здравомыслие и морально-этическая сторона ситуации. Поясним. Во-первых, применение здравомыслия. Всегда надо просчитывать пользу для интересов Иеговы, ведь если поймают, будет хуже, чем если бы не бежал. Обвинят служителя в трусости и нежелании нести ответственность за свои действия, и срок мучений будет еще больше. И не важно, что о нем будут говорить другие служители Иеговы – герой или трус. Интересам Иеговы такой исход никак не поможет. Бежать, в случаях, если не расписался в подписке, а не в выезде. Считаем, стоит, если наверняка уверен, что убежишь и не попадешься. А если есть сомнения, лучше не суетиться, а молиться Иегове о поддержке. Во-вторых, существует морально-этическая сторона ситуации. Не всегда и не все можно подбить под законность. Однако же, морально-этическая сторона любого поступка напрямую затрагивает совесть служителя Иеговы. К примеру, твои братья находятся в тюрьме, сражаются за отстаивание интересов Иеговы. А ты герой, так как тебе удалось сбежать тайными тропами. Геройство в глазах Иеговы в данном случае сомнительное. Почему? Поясним. Все мы, свидетели Иеговы, участвуем в духовной войне на стороне Иеговы. Правильно ли сбегать с поля духовного боя? Если нас 10 человек, и каждый будет сбегать, какой дух будет у оставшихся бойцов Иеговы? Мы подумали о себе? Молодцы! Леденец, как говорится, нам за щеку. А как насчет того, чтобы думать и о других, кто сражается за Иегову рядом с нами? И как насчет совести? Есть разница между служителями в подобных случаях. Кто-то свою жизнь ради других готов потерять, а кто-то себя спасает, оставляя соратников своих на верные мучения, а то и на смерть. Например, побег из России старейшин, о чем частично говорили в видео 2.22, как раз думаем из этой серии. Если духовные командиры бросают своих солдат волкам на заклание, образно говоря, это бесчестно и бессовестно, одним словом аморально, хотя может и выглядит законно. Если ставить свою целью подбить Писание под свой интерес и оправдаться какими-нибудь благородными целями, типа послужить еще Иегове за рубежом, так как тут мне не дают такой возможности. А есть простые заповеди, такие как 2 Тимофея 2.3 «Переноси страдания, как верный воин Иисуса Христа, а не как всего лишь приспособленец». И филиппийцам 2.4 цитирую «Не о себе только заботься, но и о других». Они объясняют, почему аморально бегство старейшин, оставляющих свои собрания, на мучение преследований. Если бы все служители Иеговы могли рассеяться, как рассеяли все христиане в первом веке во времена гонений, тогда и командирам старейшинам было бы уместно не подставляться под аресты. Если бы апостолы вместе с остальными тоже рассеялись во времена великих гонений, не было бы в том ничего неправильного. Не обязательно оставаться в опасном месте и ждать арестов. В Деянии 8.1 как раз описан такой случай. А вот если бы апостолы убежали из Иерусалима, при том, что у христиан из собраний не было бы возможности убежать и укрыться от преследований, вот это было бы с их стороны аморально. Несмотря на то, что остающиеся нам учения могли бы даже найти к бегству благородное оправдание. Дескать, это же апостолы, корифеи христианства. Их надо сберечь, чтобы они могли продолжать дело Христа. Итак, мы показали некоторые библейские принципы, а также морально-этическую сторону ситуации, когда христиане сталкиваются с гонениями, арестами и тюремным заключением. Что выберет служитель Иеговы, когда на самом деле страшно перед неизвестностью тюремных заключений, зависит от близости личных отношений с Иеговой? Чем ближе он знаком с Иеговой и чем больше доверяет ему, тем проще ему будет принять правильное, угодное Богу решение. Даже пред лицом мучений и смерти, если нет законной возможности от них освободиться, такие служители Иеговы способны выбрать полное доверие Иегове, дающему преизбыточную силу терпеть любые трудности, не согрешая, как и было обещано в 1 Коринфянам 10.13. Чего и себе, и всем вам, дорогие друзья, слушатели и читатели, искренне желаем. Материал был подготовлен свидетелями Иеговы с сайта Ящик Ответов. И напоследок еще раз напоминаем, что в описании к видео есть ссылка, ведущая на прозвучавшую сегодня информацию. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok